Сегодня я надел флаг ради удачи Ростова. Надеюсь, сегодня Ростов победит с счетом 5-0. Не больше. Точнее, не меньше. Голов матча Ростов-Спартак действительно было пять. Только всего два из них наши. Но о будущем поражении любимой команды Данил Зубарев еще не знает и активно включается в охоту на мусор. Дайверы замечают, наши водоемы одни из самых сгрязненных в стране. Так что сегодня подводные охотники отложили гарпуны и подводные ружья. На этот раз добыча никуда уходить не собирается. Мусор слоями откладывается на дне. Безвольный улов нужно просто собрать в мешки. Сейчас, видите, маска, ласты. Вот этот буй, который будет маркировать место, где мы что-то нашли. И в руках у нас будут вот такие сетки, которые обычно используют для картошки, лука. Сегодняшняя охота действительно напоминает поход в магазин. Пластиковые, стеклянные бутылки, множество пакетов. И это всего в паре метрах от берега. Чего-то более массивного в виде покрышек на дне при нас не достали. Но и то, что нашли, поражает количеством. Дайверы исследовали не только дно. Большая часть мусора выбросилась на берег. Водичка прекрасная. Моржи, которых мы встретили, тут же уверяют, для них такие субботники – дело привычное. Можно сказать, каждодневное. И сами не мусорят, и за другими убирают. Мы стараемся здесь чистить, собираем в мешки мусор, когда после купального сезона мы в мешки все это собираем, выносим в мусорник. Мы считаем это жемчужина Ростовской области, Самарское голубое озеро. И боремся все время за то, чтобы было здесь чисто. После купания моржи греются горячим чаем и костром, после чего все за собой убирают. В любую погоду, хоть Новый год, хоть какой-то праздник, все равно у нас явка обязательно добровольная. У меня уже 30 лет стажа, и начала с самого просто дышать было нечем. Теперь дышать нечем и голубому озеру. А помочь ему можно и без субботника. Просто не бросайте в воду всякую гадость. Кстати, подводные охотники сделали уборку практически во всех водоемах области. Олеся Слынько, Руслан Хамчиев, Первый Ростовский.